Доброе утро, Марина Аманкасовна! Чуть-чуть, чуть-чуть зависит. У нас со связью проблема, немножко, ну ничего. Попробуем сейчас еще раз соединиться. Вы нас слышите, самое главное? Да, главное, нас слышат. Прекрасно слышу вас. Вот, замечательно. А вы немножечко у нас в стоп-кадре, что-то со связью. Как у вас это настроение? Великолепное, тем более, что я вижу с утра вас прямо поочию и с вами общаюсь. Ой, и нам тоже невероятно приятно с вами познакомиться. Марина Аманкасовна, вот мы всегда, ну на протяжении, наверное, уже полугода в эфире называем вашего внука. И вот, и самым умным, и самым стильным, и самым красивым. И всегда говорим по мнению его бабушки. Это правда или нет? Это совершенная правда. И я очень люблю за то, что вы так хорошо относитесь к моему денеке. Тем более, что он этого действительно очень, очень, очень заслуживает. Это точно. Простите, а как вы Дениса дом называете? Он у меня денек. Денек. Как нежно, красиво. А хотите его увидеть? Я каждая устраиваю в танго-студии для того, чтобы увидеть своего внука и вас, мои дорогие. Да говорите правду, чтобы его увидеть. Я вам поверю, ведь буду очень рада. Денис, пойдем. Он сейчас появился в нашей студии. Денис. Вот так вот. Вот ваш любимый внучок. Телевизорчик забежал. Очень-очень любим. Так, ну ты уже в одну сторону, в одну сторону прибеги. Привет. Так, поздоровайся, поздоровайся. Она меня каждый день видит. Каждый день видит. Она же телевизор смотрит. Она же телевизор смотрит. Такое общение тоже классно. Ну, удачи. Денис, поздравляю тебя с твоим днем. С днем рождения. С днем бабушек. Я тебя люблю. Со всеми праздниками, которые у тебя есть. Ура. Вот видите, какой плюс работы на телевидении. Внук смог такие поздравить. Ты что бегаешь туда-сюда? Бегаю-бегаю уже, Дениска. Ну, только не перед камерами, пожалуйста. Ну, только не перед камерами. Вы не поверите, сегодня, когда я вас не увидела с самого утра в студии, я почему-то так и подумала. А Даниан, наверное, поехал поздравить свою бабушку. Правильно. Именно так. Какой молодец. Правда, если бы я поехала поздравлять свою бабушку, не знаю, как бы мы начали эфир, простите. Мы бы его так же по телефону. Города сейчас звоните нам. Ой, мы связаны с вами. Где вы сейчас? В каком городе? Я в Астане. Я в Астане. В столице. Ну, понятно, бабушка. Слушайте, у вас там, говорит, похолодало, да? Снег? Да. Вы знаете, у нас сейчас 3-5 градусов, и вчера шел мокрый снег. Вот так. Ну, ничего, вы там держитесь. Главное, любовь и тепло близких. Зима близко. Спасибо вам огромное за внука и вообще за все, что вы сделали. Денок под надежной защитой. Денек, да. Мы за ним смотрим, учим. Так что не переживайте. Субтитры сделал DimaTorzok